В общем, что еще? Общие настройки, что все представляют. Субтитры, язык русский, игровой процесс, уровень сложный, тяжелый, отметка оружия, автоматически отмечать его, ну это как и было, то есть на нем светится, и вы можете за ним следить. А, ну это для сброса, соответственно, аванпостов, громкость, музыка включена, геймпад, ну здесь все стандартно, наверное, да, геймпада нет, есть никакой подключения. Мышка и клавиатура ускорения выключены, так, инверсия, ну это вправо, это влево-лево, это вправо, в полете, да, она нужна. Участительность, каждая под себя, переназначить клавиши. Прикольно показана клавиатура, по-моему, у которой кнопки задействованы, они здесь показывают. У меня вот тут вопрос стоит, предыдущее оружие, мини-совместное время, голосовый чат, а какую кнопку я не нажал, чтобы выбор, что-то там было, какой-то вопрос, ну ладно, на транспорте у меня все стоит. Фары, тактика коллекция, а оно это сразу до 100, быстро и в 5 гирокоптера, так, какой-то вертолет я смотрел по видео. Так, в принципе, здесь все, интерфейс, прицел, понятно, индикатор обнаружения, когда у вас видео показано, успеете выскрыться или нет, индикатор попаданий. Так, это ясно, изображение, понятно, карта, безопасность, деката, опыта, уровень непрозрачности, карта, ну, будет ли она прозрачная или нет, высокий, низкий, средний. Получение добычи денег, так, они будут высвечиваться, очки кармы, баба-да, ну, тоже будут высвечиваться, в общем, я тут все включил, надо было, в принципе, по стандарту. Так, заходим в видео, автоматический режим, ну, соотношение сторон, это понятно, 16 на 9, там, либо автоматом, частота обновления у вас 60, либо особо, ну, под ваш монитор. Оконный режим, понятно, вертикальный синхронизация, понятно, качество графики, собственно, сейчас будем настраивать. Сразу зайдем на настройки качества, это дополнительные, настройки цвета, здесь контраст, яркость, гамма, дополнительные настройки, это тренерная пиферизация. И режим вертикальной синхронизации есть разряженный какой-то и обычный, честно, не знаю, стояло все на выключенном и обычном, поставил для эксперимента, что ли, ну, ничего, пока еще не заметил, разница, назад. И переходим к, соответственно, настройке качества, что есть, так, пока я сейчас запомню, что в этом стояло, не люблю размытие, очень ужасно смотрится, объемный свет, соответственно, максимальный, сглаживание, выключаю, так, сумеречные лучи тут появились, новое, тут все по порядку. Значит, качество графики, какие пресеты у нас есть, это низко, все вырубается вообще под ноль, освещение почему-то остается высоко, ну, не ясно, ладно. Пресет средний, ну, что-то низко, что-то, ну, под каждое свое, даже не будем разбирать, высоко, все высоко, выключен, тут, ладно, очень высоко, даже очень высоко все есть, классно, максимум. И NVIDIA, максимум, это все, сейчас я вам объясню, освещение, максимум, объемный свет, вот это NVIDIA настройка, то есть, есть, если у вас найти Radeon, карта, правда, не станет предыдущей версии GeForce, там, конечно, не будет X, а технология сглаживания, и не будет NVIDIA God Race, это сумеречные лучи через листву, там очень все красиво, на YouTube есть видеообзор этого, ну, нововведения. Мех также есть на животных, он будет лучше выглядеть, и объемный свет, SAO, соответственно, стандарт, SSBC, это что-то новое, и HBO Plus от NVIDIA. Также пресет NVIDIA, все включает по максимуму, конечно, одна видеокарта со сглаживанием TX-A4, очень напрягается, моя видеокарта, она падает до 30 фпс, с этим сглаживанием, можем принять, посмотреть. Сейчас 40, 40 фпс, ну, на каких-то сценах, ну, почему-то, вот, какой-то глюк, это, наверное, ранее, без патча, там, в принципе, здесь очень плохо все видно, то есть, что там дальше, честно, никто не понимает, как это вообще, в принципе, все на максимум выключено, может, драйвера, либо патча, нет, но сейчас, что, меняем, настройки качества, выбираем TX-A4, просто выключаем влаживание, и, ну, еще вообще, что-то хуже, сейчас посмотрим, настройки качества, а, максимальное освещение, вот, какой-то вот глюк, не знаю, высокой максимум, реально темно и светло, непонятно, ну, вот, без сглаживания, 70 фпс держит, 60, но всякое размытие движения, очень как-то напрягает, очень плохо сконцентрироваться на объекте при стрельбе, поэтому я его выключаю сразу, все остается на максимум, объемный свет, HbA+, сглаживание, вырубаем, сумнечные лучи, ну, поддерживание, в принципе, нормально, не паримся, у кого будет проблема с, с кпс, то лучше, конечно, подобрать объемный свет и сумнечные лучи на объемный туман, или вообще выключить, потому что нагрузка очень большая на видеокарте, вот, ну, мягко, конечно, включить, выключить, там, разница, только на животных увидите, все это кому надо, пожалуйста, вот, ну, вот, без сглаживания, ой, без сглаживания, без размытия, все-таки подчетче, можно прицелиться, там видно, куда человек убегал, так, ну, что, смотрим, в принципе, в принципе, красота вообще, забраться, ага, понятно, полез, ну, вот, мех, он, новый, сейчас попробую, кстати, включить и выключить, куда-то убежать, что надо, настройка качества, выключаем мех, да, мех пропадает, все наглядно видно, сейчас еще раз включаем, включаем его, ну, вот, он, конечно, ну, да, прикольно, терпимо, я бы так сказал, так, ну, вот, вблизи можно посмотреть даже, никуда не уходи, стой, так, вот, с мехом, ну, она как лысая получается, и мех, он просто приплюснутый, да, социляция получается, ну, лучше включить, поддерживается, причем бы и нет, с помощью пояс не сильно падает, Жалко, здесь нельзя менять угол обзора, реально нельзя поменять угол обзора, как раньше, там был максимально 110, а здесь даже такой функции нет, очень, кстати, обидно, привык играть пошире, потому что очень легче ориентироваться, так же при стрельбе и вообще все, можно залезть на вершину какую-то, чтобы не падает, вдаль прорисовка, отлично, там, какой-то там блестит, блестит что-то, ну, это репак, конечно, идет до релиза, сегодня у нас, ну, уже 17-е, 16-е, а 17-е, делал видео, это что было вообще, прикольно, он его обыскивал, 80 FPS, такой вот, в атмосфере, 60, при повороте на, на деревню, на деревню, 60, подлагивает, 55, в принципе, картинка стабильная, играбельная, даже, сказал, 60 держит, очень хорошо, так, карты нету, правда, не знаю, почему, все бежалуются на, отсутствие карты в репаках, не знаю, может, я еще вышки не открыл, конечно, не пробовал, но ладно, уже по крышам побегайте, хотя, сглаживание отключил, на настройках панели NVIDIA, я включил FXAA, это быстрое сглаживание, и оно, не так ресурсоемкое, как и все остальные, настройки сглаживания в самой игре, известно, можно будет поэкспериментировать, либо, включить в игре, либо включить панели управления, именно на игре, Far Cry 4, ну, Майклуб, даже сейчас показывает, вот, мы в панели управления NVIDIA, переходим, расширенные настройки 3D графики, в Far Cry 4, дальше, здесь у меня, как вы видите, настроено по-своему, сейчас я расскажу, что именно я сделал, вертикалку я отключил полностью, она мне не нравится, вот я включаю сглаживание, сейчас я вам прочитаю, включите FXAA, для повышения качества, изображение с меньшей влиянием производительности, чем используя других настрой сглаживания, в принципе, его хватает, для красивой картинки, и меньшего падения FPS, а все остальное, вот режим сглаживания, он стоит и обычно, управление приложением, я его выключаю, то есть, то, что я меняю в игре, в принципе, никак не должно влиять на само изображение, то есть, он запрещает менять изображение в самой игре, и этим самым я балансирую производительность, включение здесь, и выключение здесь, также режим управления электропитанием максимальный ставлю, не адаптивный, максимальный, чтобы видеокарта работала на полную, без всяких там падений, если сцена там не слишком ресурсоемкая, она, соответственно, работает на максималку всегда, конечно, электропотребление больше, но это не важно, фильтрация я всегда ставлю высокое качество, чтобы никаких там оптимизаций, вот эти вот фильтрации, текстуры, оптимизации, они выключены у меня, даже вот они заблокированы, потому что стоит качество высокое, что это дает, это картинку очень четкую, на дальних расстояниях, то есть, незатронная фильтрация, она дает, ну, текстуры прорисовываются дальше, и четче, а если стоит оптимизация, вот эта настройка, то они начинают рибить, это не очень красиво, мне нравится так, и также отрицательная идет привязка, вот отрицательное отклонение ОД, вместо привязка, привязка идет для лучшего качества, включите, нет, принято здесь, вот, дополнять привязку для получения более качественного изображения, в режиме антезон, а не затронной фильтрации, вот это самое важное, вот, и с такими вот параметрами, и что у меня стоит в игре, я получаю, в принципе, 60 фпс, в среднем, падение есть до полтинника, но это, конечно, еще не лис, не патченный, вот, еще драйвера могут выйти, Assassin's Creed, еще выпускали драйвера, именно для него, Nvidia, соответственно, должны выпустить еще под Far Cry, ну вот, сглаживание, в принципе, вот переданная линия, никаких различий, как бы, не вижу, ничего, не рябит, на дальних, вообще, еле-еле различимы, какие-то, мелкие детальки, вон, да, видно, конечно, да, сейчас я возьму, микро-бинокль, но при приближении, соответственно, все работает сглаживание, чуть дальше, да, оно уже не очень, но зато картинка очень приятная, что ж, это, конечно, был мини-обзор, по графике, Nvidia, идиокарта 780, от Asus, в принципе, все, ждем релиза, в принципе, завтра уже начинается, открытый, старт продаж, и будем проходить, потихонечку, будем смотреть, Full HD в 60 fps, в принципе, это видео, ну, и проходить, всем спасибо за просмотр, тогда подписывайтесь, будем смотреть, прохождение, в хорошем качестве, всем пока, Субтитры подогнал, Продолжение следует...